МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Если вы всё-таки обнаружили клеща, необходимо обратиться в медицинскую организацию. В области в этом году уже 5 случаев клещевого боррелиоза. Как обезопасить себя и куда обратиться в случае укуса? Сколько белгородцев прошли диспансеризацию? Какие болезни чаще всего выявляют в результате таких обследований? Обсудим с гостем в студии. Пряди прорабатываем на расстоянии от корней 5-7 сантиметров. Лучшие практики обучения студентов. По каким критериям оценивают участников регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года»? Об этом мы не только будем говорить сегодня. Подробности далее. А пока о новой образовательной площадке. В регионе теперь есть высшая школа медицины Белгородского госуниверситета. Её создали по поручению губернатора. Вячеслав Гладков принял участие в торжественной церемонии открытия во время рабочей поездки по Староскольскому округу. Образовательный комплекс носит имя почётного гражданина города горняков и металлургов Василия Абельдяева, полковника медицинской службы, инициатора создания областной туберкулёзной больницы. Школа позволит повысить качество подготовки специалистов для региональной системы здравоохранения. Мы все очень хотим, чтобы Староскольск живо развивался без современной, сухоэффективной медицины. Сделать это невозможно. Очень хочется, чтобы молодёжь Староскольская выбирала профессии, своей профессии, медицину. Становились врачами, врачами-практикой, терапевтами, педиатрами. Старт сегодняшнего события, оно будет очень значимым с точки зрения решения кадровой проблемы. Мы очень хотим, чтобы через год, через два понятия кадрового года в педагогической медицине не было совсем. Мы хотим, чтобы у нас был избыток специалистов, чтобы мы могли делиться специалистами с другими ребёнами. Комплекс будет работать на базе окружной больницы святителя Луки Крымского. Самое современное оборудование преподавателя Белгородского национального исследовательского университета. Будут и практические занятия для учеников медклассов. Мы заключили трехсторонние соглашения с Министерством образования и Министерством здравоохранения Белгородской области. Заключили договор на практическую подготовку и реализацию совместных образовательных программ медицинского образования со Заросковской окружной больницей. Концепция нашего образования – это практика ориентированная с первого дня. А в Гроворонском округе сегодня провели командно-штабные учения по отработке действий в случае ЧАЭС. Это плановая работа во всех муниципалитетах. Участие приняли сотрудники администрации, оперативных служб, а также представители добровольной территориальной самообороны. В их числе – боец с позывным «Белка», которая, кстати, в рядах батальона с момента основания. Каждый из нас должен и обязан, даже я скажу так, защищать свою родину. Я вам только одно могу сказать – это долг чести, долг родине. Вот и все. Нас обучали всему абсолютно. Начиная от медицинской помощи, оказания первой медицинской помощи, также и психологические были практики. Полностью амуниция, все средства связи, все абсолютно то, что необходимо бойцу непосредственно. Так что мы ни в чем не нуждаемся. Аптечки укомплектованы? Конечно, укомплектованы. У нас есть абсолютно все. Начиная от гликопластыря, заканчивая хорошими бейсболами. По легенде, перевести людей в безопасное место было необходимо в условиях не плотной застройки, а сельского жилого массива. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев подвел итоги тренировки. Поступила вводная по перемещению жителей определенной территории в безопасное место. Задачи получили все члены нашей комиссии, в том числе и, конечно же, председатели. Каждый член комиссии отрабатывает по своему направлению. Поэтому оперативно, я благодарен, собрались в течение 10 минут. Здесь уже поступление всей техники и всего, что нам необходимо в данном случае, произошло в течение получаса. Поэтому все службы отреагировали очень квалифицированно. Сейчас вернемся в Старый Оскол. Вместе с главой муниципалитета наша съемочная группа навестила в больнице юную местную жительницу. Напомним, недавно случилось ЧП на детской площадке. На девочку упала незакрепленная часть ограждения. В итоге у Оскольчанки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Оксана Черных продолжит. Конечно, немного обидно, но что теперь поделать? Я же не могу обратно вернуть это. Ответственные экзамены – большие планы на лето. Увы, пока все это не про нее. Но что ни говори, главное сейчас – здоровье. После ЧП на детской площадке врачи диагностировали у Ани компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. На сегодня состояние удовлетворительное, говорят специалисты. Ей разрешается в палате вставать, садиться пока нельзя. Ориентировочно – это три недели. После этого времени, если состояние будет стабильное, мы ее передадим на уровень амбулаторного звена для продолжения реабилитации. Сегодня ей уже в условиях круглосуточного стационара начата ранняя реабилитация в виде физиотерапии. Далее будет добавляться ЛФК. Как вам гости? Добрый день. Проведать юно-скольчонку, поговорить с семьей приехал глава округа Андрей Чесноков. Сначала сильно перепугалась, когда случилось? Ну, да. Непонятно было, да, что произошло? Да, как-то. И сразу домой пошла. Профильные ведомства разбираются в случившемся. Администрация также держит вопрос на контроле. Работу с управляющей компанией проведем. Не только с этой, но и со всеми коллегами. Мама пострадавшей сразу обратила внимание главы. Лестница от игровой площадки тоже вызывает опасения. Мы там организуем полностью комплексное комиссионное обследование всего квартала Старой Миницы. Вместе с управляющей компанией пройдем, посмотрим в зону ответственности их, чем помочь. Потому что мы должны тоже, понимая, что процесс там согласования их каких-то там действий с собрания собственников всех требуют, там и так далее. А какие-то вещи надо делать тут, здесь и сейчас. Конечно, мы платим из-за тех обсуждений, мы по прямому, а по факту не получаем того, что должны. Я как мама переживаю не только за своего ребенка, но и за остальных. Вот. Ну и да, чтобы какая-то точка была поставлена в этом, чтобы ответственность несли люди, ответственнее относились к своей работе. Что касается самой площадки, по словам Юлии, ограждение было установлено давно. Но во время ремонта строители демонтировали секции для проезда техники. Затем все восстановили. Но с каким качеством? Ограждение, с одной стороны, существует для того, чтобы защитить место досуга детей. А с другой, как в нашей истории, оно может стать источником опасности. Элемент, который причинил вред здоровью девочки, уже убрали с площадки. А всю оставшуюся конструкцию дополнительно усилили сваркой. Я настояла, чтобы ее убрали вообще. Потому что стал бы и старый, на что там приваривать. И этот забор, который остался, я также настаиваю, чтобы его вообще убрали. Он-то мне нужен, он старый. Ну а маленькая Аня не теряет оптимизма. Компанию в больнице составляет мама, бабушка и плюшевый крокодила Заврден, которого подарили одноклассники. Я книжку читаю, вот вторую часть бабушка из библиотеки поднесла. Одноклассники мне деревянный пазл подарили, правда, мы его уже собрали. Есть воздушный пластилин лепить сегодня будем и красить гипсовую фигурку. Глава округа пообещал помочь семье с приобретением восстановительного корсета. Кроме того, если врачи дадут добро, летом девочку отправят в санаторий. Оксана Черных, Сергей Лихвер, Дмитрий Желяков. Такой день на мире Белогорья. Продолжаем выпуск. В регионе завершились литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». Правительство области совместно со знаменитым музеем-заповедником раз в два года проводит такой творческий форум в память о подвиге советского народа в легендарном танковом сражении. Событие объединяет писателей и поэтов не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. «Взметнулись танки в мертвой схватке, металл поднялся на металл». Программа чтений насыщенная. Это и посещение музеев, и встречи с участниками, и, конечно, вручение литературных премий. Одно из таких с одноименным названием «Прохоровское поле» за лучшие произведения в области литературы и искусства на патриотическую тему получили 10 авторов. «Я не столько одним из первых начал писать произведения об СВО, сколько явился одним из первых составителей поэтических сборников. Мы просто в Союзе писателей заметили, что это вызвало какой-то поэтический взрыв, эта нынешняя ситуация. И стали не просто ее отслеживать, а стали собирать, отбирать стихи, связанные с этими событиями». Двигаемся далее. В этом году в области зарегистрировали уже пять случаев заболеваний клещевым боррелиозом. Это инфекция, которая может привести к тяжелым для здоровья последствиям. Но, как отмечают специалисты, процент заражения невысок. В том числе благодаря своевременным действиям регионального управления Роспотребнадзора. Ситуация под контролем в скверах, парках, других общественных местах проводит окорицидную обработку. Кроме того, по вопросам профилактики инфекции, которые передаются через укусы клещей, можно обращаться по телефону 8 800 222 04 31 по будням с 10 до 17 часов. Горячая линия будет работать до 26 мая. А вот что рекомендуют специалисты, чтобы обезопасить себя уже сейчас. Это обязательно закрытая одежда, желательно высокая обувь. И если вы все-таки любите гулять в лесу, не забудьте осмотреть себя после того, как вы из леса пришли. Если вы все-таки обнаружили клеща, необходимо обратиться в медицинскую организацию с тем, чтобы этого клеща достали. Мифы о том, что нужно смазать маслом или еще какие-либо самостоятельные способы излечения клеща могут привести к тому, что, собственно, клещ все-таки останется в теле человека. И уже в дальнейшем доставать его будет намного тяжелее. Продолжая тему здоровья, далеко не все уделяют этому вопросу внимания, особенно если ничего не беспокоит. И взрослые, и подростки в лучшем случае стараются правильно питаться и заниматься, к примеру, в тренажерных залах, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Однако здоровье – это не только внешний вид, но и, как принято сейчас говорить, ресурсное состояние организма в комплексе. Чтобы сохранить хорошее самочувствие на долгие годы, необходимо вовремя проходить профилактические медосмотры. Избежать неприятных сюрпризов помогает и своевременная диспансеризация. Как ее проводят, что проверяют, спросим Татьяну Михайлову, главного врача Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Рада видеть вас снова в нашей студии. Вы, как медик, можете оценить отклик людей на диспансеризацию? Охотно ли идут? И количество, может быть, людей, которые проходят, увеличивается? Ответственно подходит к этому вопросу? Действительно, есть отклик среди населения. Но, к сожалению, вот этот отклик, положительный отклик, те, кто очень охотно приходит к нам на диспансеризацию, это лица старшего трудоспособного возраста. И если мы понимаем с вами, что диспансеризацию вот в этом объеме мы осуществляем с 2019 года, то мы сейчас можем уже проанализировать, насколько все-таки эффективно и кто больше всего получает пользу от этой диспансеризации. Так вот, на сегодняшний момент продолжительность жизни населения Российской Федерации действительно увеличилась. И смертность снизилась. Но снизилась она за счет группы как раз старшего трудоспособного возраста. Это как раз тех людей, которые не пренебрегал вот этим комплексным обследованием и своевременно обращался к врачу. Давайте напомним, что же, какие процедуры проходят в рамках диспансеризации? Для чего вообще? Задача диспансеризации заключается в том, чтобы выявить на ранних этапах или, возможно, еще до начала выявить такие грозные заболевания, которые вносят наибольший процент в смертность граждан Российской Федерации. Эти заболевания известны. Это болезни системы кровообращения, это сахарный диабет, это онкология, и это заболевания органов дыхания. И вот весь комплекс обследования, скринингового обследования в рамках диспансеризации направлен на выявление вот именно этих заболеваний. Ну вот такое достаточно комплексное обследование, а по времени сколько это занимает? Начинается все заблаговременно. Человек обращается на диспансеризацию, у него забирают все необходимые анализы и ориентируют, когда он должен прийти к врачу, чтобы тот по результатам уже с ним дальше определял дальнейшую тактику. По времени, ну то, что нужно рассчитывать на один день и уже за заключением прийти к семейному врачу или к терапевту на второй день, ну где-то вот в этих пределах. Если мы с вами говорим о том, сколько придется подождать результатов анализов, ну в зависимости от того, какие анализы, от трех до пяти дней. Самый главный вопрос, где и каким образом? То есть вот прихожая в свою поликлинику, могу сказать, я хочу пройти диспансеризацию, и мне обязаны назначить какие-то, направить к нужному специалисту и какие-то процедуры назначить? Конечно, лучше все это делать в плановом порядке. Для того, чтобы запланировать в удобное для вас время, и для того, чтобы не попасть в ситуацию необходимости ожидания многочасового, и потом расстроиться и сказать, все, с диспансеризацией я больше не связываюсь, потому что слишком много по времени, для этого, конечно, нужно записаться заранее. Сделать это можно на портале государственных услуг, или по телефону 122, или через инфомат, или обратившись в регистратуру поликлиники. Татьяна Владимировна, диспансеризация в рамках нацпроекта здравоохранения стартовала в 2019 году. Вот сейчас уже можно какие-то цифры озвучить по России, по нашему региону. Какой процент населения прошли диспансеризацию, эту проверку здоровья? Мы можем с вами озвучить не только про белгородцев, мы можем озвучить и по Российской Федерации. Конечная цель – это к 2025 году. У нас должно быть 70% населения, всех жителей, вовлечено в процесс прохождения регулярного профилактических мероприятий. На сегодняшний день до конца года цифра запланирована в 53% населения. Это достаточно много. За 4 месяца есть данные по Белгородской области. Мы прошли чуть больше 150 тысяч человек диспансеризацию. Но и до конца года это значение должно быть чуть больше 500 тысяч. По Российской Федерации за прошлый год прошло чуть больше 50 миллионов человек. То есть мы движемся к поставленным задачам так, как и предполагалось, с такой же скоростью. Татьяна Владимировна, ну вот человек прошел диспансеризацию, уже цифры мы озвучили и по России, и по региону. Какие заболевания и с какой частотой выявляются? Можем какие-то примеры привести? Существует мониторинг выявляемости основных заболеваний. Конечно, в первую очередь это злокачественные заболевания. И здесь Белгородская область занимает лидирующие позиции по выявляемости. В России? В России, совершенно верно. Мы вторые по рейтингу в России по выявляемости онкологических заболеваний, к сожалению, не всегда на начальных стадиях. А по поводу структуры вот этих онкологических заболеваний, вот это как раз те заболевания, которые в ходе диспансеризации заподозрить в первую очередь, собственно, и имеется возможность заподозрить их. Это что? Это рак легких, рак молочной железы, это рак шейки матки, это рак кишечника. И, конечно, это наши родинки, да, это рак кожи, это визуальные формы, их говорим визуальные, потому что мы на них смотрим, мы привыкаем с ними жить, а потом оказывается, что это зло. Так вот, как раз диспансеризация позволяет своевременно их отнести к разряду тех заболеваний, с которыми надо прощаться раз и навсегда. Ну вот если считаешь себя здоровым, нужно проходить, нужно идти? Ну вот это субъективное ощущение здоровья, я вам приведу пример. Очень часто бывает, когда обращаются на диспансеризацию, как правило, мужчины, и в ходе диспансеризации выявляется, что у него не просто повышенное давление, а оно у него повышенное очень давно, уже сформировалась, развилась гипертоническая болезнь, то есть это уже хроническое заболевание. А человек себя чувствовал неплохо, он привык к этому, да, поэтому вот это субъективное ощущение самочувствия, это отлично. А вот проверить, как оно объективно, в каком состоянии, вот для этого, собственно, и введена диспансеризация как таковая. Как-то нужно к этому готовиться, может быть, режим какой-то соблюдать, диету определенную? Нужно прийти натощак, потому что осуществляется забор анализов. Если карта заведена в медицинской организации, то, в принципе, больше ничего и не нужно. Если не заведена, то, конечно, нужно с собой взять документы, соответственно, паспорт, страховой полис, СНИЛС, и нужно большое желание пройти диспансеризацию. Надеюсь, что после нашего эфира те, кто еще не прошел диспансеризацию, все-таки задумаются о том, что это необходимо сделать, через госуслуги записаться по номеру 122, либо в своей поликлинике. Совершенно так. Спасибо, что были в нашей студии, спасибо за полезную информацию. Спасибо. К другим темам – лучшие практики и обучение студентов. В рамках нацпроекта «Образование» проходит ежегодный региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». Это состязание для педагогов и мастеров системы среднего профессионального образования. Заявки на участие подали больше 150 человек. В областном финале 36 лучших. Они борются за возможность представить наш субъект на федеральном уровне осенью в Туле. По каким критериям жюри оценивает конкурсантов и как сделать урок интересным, знает Кирилл Мусаев. Одно из испытаний регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства – открытый мастер-класс. Жюри оценивает взаимодействие педагога с ребятами не из своего учреждения. Наталья Фурсова точно знает, как привлечь внимание аудитории. Будущих специалистов погрузила в тему занятия с помощью современных технологий и интересных вопросов. Путь в профессию начинала с работы парикмахером. Позже стала преподавать любимое дело в колледже. Учит ребят уже почти 20 лет. Пряди прорабатываем на расстоянии от корней 5-7 сантиметров. Познакомившись с теорией, студенты приступили к практике – моделированию причесок с применением различных стайлинговых средств. Блеска лака и пудры для волос. Практика без теории не может существовать. Поэтому будут использоваться и кейс-методы, и системный деятельностный подход. Это коллективная работа, индивидуальная работа, грубовая. Самая главная цель – это когда дети учатся чему-то. Слышат, видят, делают. И отдача от этого. Заявки на участие в конкурсе профмастерства подали больше 150 человек со всей области. К финалу регионального этапа пришли 36. При оценке учебного занятия жюри прежде всего обращает внимание на те 5 технологии, на ту методическую структуру учебного занятия, которую представляет конкурсант. Какими технологиями владеет, как он сумел вовлечь в учебный процесс всех студентов. Члены жюри также оценивали профессиональные достижения. К примеру, наличие выпускников, которые успешно прошли итоговую аттестацию, а также призеров или победителей национальных и международных чемпионатов профмастерства. Организовано в целях того, чтобы преподаватели могли продемонстрировать не только свой профессионализм в сфере педагогического мастерства, но и свои профессиональные навыки в преподаваемой сфере. Всероссийский финал конкурса «Мастер года» пройдет в сентябре в Туле. Кирилл Мусаев, Владислав Кулинич. Такой день на Мире Белогория. Перенесемся в Карачанский район. Там наградили лучших школьников. Торжественная церемония «Луч» уже стала доброй традицией для муниципалитета. В завершающемся учебном году юные карачанцы приняли участие более чем в двух сотнях конкурсов, соревнований, выставок и фестивалей. За высокие достижения в учебе, спорте и творчестве свыше 400 мальчишек и девчонок получили памятные медали. Подробнее в материале Влада Калинина. За плечами Дианы победы в различных олимпиадах и конкурсах. Не только регионального, но и федерального уровня. Школьница признается, по-своему нравятся все предметы, но как творческая натура больше любит русский язык и литературу. Мечтает поступить в Московский институт культуры. Уверена, награды – это ступени к поставленной цели. Учусь я всегда. Это моя основная, скажем так, работа. Получается, и в свободное время тоже занимаюсь учебой, подготовка к экзаменам, сейчас это самое важное. Быть первой конкретно в учебе, для меня это толчок для будущего. Потому что в будущем все мои грамоты получены, все мои достижения мне пригодятся при поступлении в высшее заведение. Знатоки географии, биологии, литературы, общества и истории. На сцене самые целеустремленные и талантливые ученики муниципалитета. Премии главы администрации и памятной медалью наградили призеров и победителей этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Некоторые ребята – обладатели сразу нескольких лучей. Церемонии уже 11 лет. Это добрая традиция для карачанцев. Не только стимул для молодых талантов, но и залог успешного развития всего региона, считает руководитель муниципалитета Николай Нестеров. Награждение детей – это как подведение итогов, результатов педагогической деятельности. Наших учителей, наставников, тренеров. Чтобы знали мы, что есть такие дети, которые изначально в школе проявляют себя, становятся какими-то лидерами в творчестве, в спорте, в учебе. И, соответственно, дальше по жизни они пойдут и будут, я уверен, также добиваться наилучших результатов. Потом вернутся обязательно в район, ну и будут жить здесь и управлять нашим районом. Отмечают на церемонии школьников, добившихся успехов в спорте, общественной жизни и, конечно же, творчестве. Пожалуй, главное – луч подсвечивает в юной душе ту самую искорку, которая может вспыхнуть звездочкой. Или, кто знает, большой яркой звездой. Влад Калинин, Александр Сысуев. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. И к этому часу все. Ну а сразу после выпуска мои коллеги расскажут о том, как в Сити-моле прошел экологический фестиваль «Эко-ситик-фест-2023». Обязательно посмотрите. Я Наталья Титова. Узнавайте о самом важном регионе вместе с нами. Еще больше новостей в телеграм-канале Мира Белогорье. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте всегда в курсе событий. До встречи. Продолжение следует...